В Неницком округе стартовала всероссийская акция «Взаимопомощь и мы вместе». Ее проводят ресурсные центры добровольчества. О том, какой посыл несет акция, расскажет Елизавета Кабанова. Сегодня в первой школе учеников встречают волонтеры с оранжевыми лентами. Эта нить как отражение единения, а яркий апельсиновый цвет олицетворяет позитивное настроение и положительное влияние на здоровье. Эта акция создана уже как год. Мы боремся с коронавирусом. Благодарим всех, кто носит маски, кто не сдается. Благодарим наших врачей за то, что они стараются лечить нас. И, конечно же, завязываем вот такие вот ленточки оранжевого цвета. Эта акция в поддержку с борьбой от коронавируса. Многим людям в прошлый год было очень-очень тяжело, и мы этой акцией поддерживаем людей. К акции присоединились и студенты социально-гуманитарного колледжа. В учебном заведении прошли соревнования «Витаминный заряд». Это командные игры, окончанием которых стала паутина из оранжевых нитей. Участники перекидывали клубки друг к другу. Одна нить – это ничто. А когда их много, создается сеть, которая может поддержать, даже если чувствуешь себя беспомощным и одиноким. Мы все связаны, мы должны помогать друг другу. Мы вместе – способ выразить свою благодарность и показать, что можно справиться со всем, если мы едины. Если мы вместе. Различные флешмобы в учебных заведениях города, посты в социальных сетях – все для того, чтобы показать, что мы готовы помочь и объединиться, несмотря ни на что. 21 марта 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции была запущена российская акция «Взаимопомощи. Мы вместе». В рамках которой волонтеры помогают пожилым людям, людям, находящимся на самоизоляции, находятся в красных зонах, при больницах, в госпиталях различных. То есть оказывают любую добровольческую помощь. В акции может принять участие любой желающий. Можно выразить слова благодарности в своих социальных сетях с хэштегами «Мы вместе» и «Мы вместе спасибо». Акция будет проходить в течение недели.